Всех благ и пусть будет мир. В заявлении МИД Армении сказано, что Армения поддерживает принцип двух государств в решении израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне могут реализовать свои законные устремления. С чем связано такое решение Армении? Мы к этому вопросу уже давно призываем. Хорошо, что хоть правительство сейчас прислушалось. Это правильно с нескольких сторон. Первое, что безусловно, это не только решение Республики Армения. Я думаю, что это в том числе и были консультации с рядом стран. Например, мы знаем, что Испания и ряд других стран признали независимость Палестины. И думаю, что определенные центры силы сказали об этом Армении, что вы тоже должны присоединиться. Это правильный принцип. Таким образом, весь мир может предотвратить геноцид палестинского народа в Израиле. Остановить. Остановить, предотвратить в будущем в том числе. Могут остановить. Это даст шанс тому, что туда могут быть введены международные силы для остановления этого. Плюс ко всему, не следует забывать, что с политической точки зрения взаимоотношения Израиль-Армения, это тоже правильный шаг. Потому что Израиль не как народ. Народ Израиля, евреи, нам. Грубо говоря, это не чужой народ. Мы веками, тысячелетиями, мы одни из древнейших на этой земле. Да, там, ассирийцы, римляне, там, спартанцы, персы, фракийцы. Мы древнейшие цивилизации на этой земле. То есть, это никакого отношения к еврейскому народу не имеет отношения. Это родной народ. Но с точки зрения поведения Израиля, который принимал участие в боевых действиях против нас, и в 16-м году, чьи операторы-беспилотников находились в зоне боевых действий в Арцахе, и в дальнейшем поставки вооружения, беспилотной техники, подготовка сил специальных операций Азербайджана, военно-воздушных сил, обучение специалистов в области ПВО и так далее. И все это было направлено не против Ирана, а подготовили азербайджанские вооруженные силы, и знали, что все это будет применено против нас в первую очередь. С этой точки зрения Армения тоже права. И это правильный политический шаг. Если сам Израиль не захотел с нами вести другой диалог, то он получает от нас то, что должен был получить давно, в принципе. Третье. Таким образом, мы сближаем свои позиции с мусульманским миром. С арабским миром. С арабским миром. Безусловно. Не надо забывать, что палестинцы это тоже арабы. И мы знаем, что Палестину поддерживает как Иран, как другие арабские страны, как Египет, Сирия, Турция, как это ни странно прозвучит. Ну, если взять ту же самую Российскую Федерацию, европейские страны, входящие в Европейский Союз и члены НАТО. Особенно на Ирландии в том числе. Кстати, скажу, многие евреи-конгрессмены США и сенаторы поддерживают создание независимого государства. В Америке все больше и больше говорят о признании. И почему важно признание палестинского государства? Ведь на этой почве, как правило, на 80% всех террористических актов против Европейского Союза, Соединенных Штатов, других государств используется причина непризнания Палестины и крайне агрессивные действия Израиля в отношении палестинского народа. И тем самым была создана почва и плацдарм для террористической деятельности во всем мире. Когда были террористические акты, это не потому, что какие-то исламистские группировки приняли решение во Франции установить шариат. Это было связано напрямую с тем, что крупнейшие европейские страны действовали против воли и злени палестинского народа. Одного из древнейших тоже на земле. И не просто народа, а цивилизации. По сути, ведь еврейское государство было создано в 1947 году по решению Советского Союза. В 1947-1948 годах. До этого же были только палестинцы на этих территориях. И вдруг пришли и там что-то создали. И десятилетиями уничтожается этот народ, культура, подавление и так далее. То есть, признание всем миром палестинского государства существенно снимет террористическую угрозу. Смотрите, если бы это было сделано своевременно, то не зародились бы такие структуры, как ИГИЛ, Вилаэт Харасан, Аль-Каида. Ведь они тоже были созданы под этой эгидой и на этой базе. Почва была Палестина всегда. Палестинский вопрос. Принимая такое решение, мировое сообщество фактически убирает некий плацдарм. Сейчас вы за что воюете? Нету палестинского вопроса. Мир признал. Иран успокаивается. Многие исламские государства успокаиваются. Они перестают финансировать, потому что сейчас нечем воевать. И для Израиля это хорошо. Если сейчас Израиль признает Палестину, и исторически это так, то тогда Израиль получает шанс на установление прочного и долгосрочного мира со своими мусульманскими соседями. Для израильской национальной безопасности это крайне важная вещь. Конечно, тут нужно найти форму сосуществования и взаимодействия. Потому что есть граница и выход через Палестину на другие государства. Например, через Египет. Понятно, что уже Израиль в некой степени блокируется с одной части границы. Для них это тоже очень проблематично. И тут, наверное, надо обговаривать, искать механизмы беспрепятственного пересечения границ и так далее. Но я думаю, этот механизм Соединенные Штаты и Европейский Союз начнут отрабатывать эти механизмы и решат. Но что я хочу сказать, отметить. То, что мы признали, это все правильно. Я вкратце расскажу, потому что это большая история. И мы можем уйти в науку и с политической точки зрения, и с военной точки зрения. А время у нас ограничено с вами. Но я хочу заметить одну вещь. Когда Никол Пашинян признает Палестину как независимое государство, вопрос. Разве народ Карабаха не та же Палестина? Это какие такие центры силы вас к этому принудили? Ну, не принудили, понятно, что это. И внутренние убеждения тоже в этом есть. А почему вы не признаете Арцах? Почему право палестинского народа на свободную жизнь и быть свободными в своей культуре, в своем языке? Ведь у них тот же арабский язык. Это те же арабы. Тогда могут арабские миры, как по аналогии Азербайджана и Турции, сказать, мы не допустим второго армянского государства. Извините, а сколько существует арабских государств? Разве кто-то говорит, что мы не допустим существование Египта, потому что арабское государство? Мы не допустим Эмираты, потому что это арабское государство? Мы не допустим Саудитов, потому что это арабское государство? Ну и так далее. А при чем тут тогда два армянских государства? Если может быть множество арабских государств, почему не может быть еще одно государство с армянским этносом, с другим диалектом? Но армяне по своей сути, то есть не работает это уже в мире. Если могут быть созданы отдельно арабские государства, то могут быть из армян тоже государства, которые откололись. Притом откололись абсолютно справедливо, которых стали уничтожать, и они взяли в руки оружия и стали себя защищать. Тогда вопрос Пашиняну, что за двойной стандарт? Чем палестийский народ заслужил, а армяне Арцаха не заслужили? Кто ваш папа, господин Пашинян? Почему туда вы да, а сюда вы нет? Это вопрос, я вам хочу сказать, до поры до времени. В реальности, заканчивая тему Палестины, что сделал сегодня Пашинян с Алиевом при содействии Турции и Москвы? Я не побоюсь такого высказывания, такие как мы, я, многие другие соратники, даже с которыми у нас есть некие противоречия в формах, методах, взглядах. Но в целом, по сути, мы очень близки по содержанию. Мы, конечно, более интеллектуальны, чем гражданский договор. Все правительство, от всех силовых структур, абсолютно. Мы более патриотичны. И что сейчас сделал Пашинян, Алиев, Эрдоган, Москва? Я вам скажу. Они заложили фундамент, то, что десятилетиями было в Палестине. Ни один нормальный, патриотичный, здравомыслящий армянский политик никогда не придет и никогда не будет проводить линию Никол Пашиняна и его политической партии. Никогда. Мы всегда будем ставить вопрос Арцахову. И все это прекрасно понимают. Поэтому то, что сегодня говорят о мире между Азербайджаном и Арменией, в реальности, на том фундаменте, который закладывается этот мир, в реальности закладывается фундамент будущей войны и будущего движения, как в Палестине. Сейчас они заложили новую Палестину. Там Палестину заканчивают, а здесь Палестину хотят возродить. И здесь будет постоянно полыхать. То есть на тех условиях, которым согласен Никол Пашинян и его команда подписать мирный договор, и то, что делает Алиев, они сами не понимают или понимают, но закладывают фундамент для будущей войны. Альтернатива какая? Альтернатива, значит, и не нужно соглашаться нам со всем, что говорит Америка или все, что нам говорит Европейский Союз. Плевать мы хотели на Белый дом, Конгресс, Госдепартамент, Елисейский Полец, на Кремль. Да, плевать. Мы должны отстаивать свои национальные интересы. Формулировка должна быть следующая. Сегодня возможен мир с Азербайджаном начать только на одних условиях, на предусловиях. Во-первых, это прежде всего нужно объяснить Соединенным Штатам, Франции. Русским это не объяснишь, потому что у них у самих проблема сегодня с интеллектом на уровне политических решений. К этому мы тоже вернемся. Значит, они сегодня и есть, Славяно-Тюркский Союз, поэтому говорить надо сегодня не с Россией, а с Соединенными Штатами, Францией и Турцией. И именно сама Россия создала эту почву, чтобы мы так начали говорить. Формула такая. Я предлагаю, я знаю, что в определенной части верхов Азербайджана такой подход может быть воспринят. Азербайджан отводит свои войска за весь периметр Арцах, Нагорного Карабаха, за весь периметр, на глубину 20 километров. Дальше договариваются стороны, что должны ввести туда только быть полицейские силы, стабильным оружием это пистолет. С целью доверия населения к тому, что там не произойдет ничего, подписывается договор о том, что в пяти или десяти лет полицейский патруль осуществляют. Если мы за Кавказе, мы должны свои вопросы решать без Турции, Москвы, США и Франции. Свои вопросы должны решать сами. Туда вводятся полицейские силы трех стран. Патрули в городе. Это Армения, Азербайджан, Грузия. И Грузию тоже привлекаем, как миротворца. Но это чисто полицейские силы, в которых штатное табельное оружие. Патрули в городе. Войска должны быть отведены минимум на 10 километров за территорию Нагорного Карабаха. Статус? Сейчас о статусе я не могу говорить. Это надо уже сидеть на... На каких условиях возвращается народ, если вы считаете, что туда должен вернуться народ Арцаха? Если мы сейчас говорим, что это статус-кво, и это не состав Азербайджана, как бы это сейчас не было нам тяжело, мы сейчас такой статус поднять не можем. Даже автономия в составе Азербайджана не обсуждается уже. Вот автономию мы должны обсудить. Автономию мы должны обсудить. Притом широкую автономию. Еще раз говорю, если Алиев отказывается, и Армения не предлагает такие условия, что широкая автономия, отвод войск, ввод миротворческих подразделений, полицейскими силами Армении, Азербайджан и Грузии, и все это фиксируется в Совете Безопасности ООН, либо в Европейском Союзе, никаких миротворческих сил России абсолютно, ни Франции, ни США, три страны. Владимир, почему Алиев должен пойти на такой шаг? И если Алиев не идет по этой формуле, которую мы ему предложим, Алиев должен понимать одну вещь. Ему повезло, что в Армении во власти находится эта политическая команда. Алиев, это просто его счастье, огромное счастье его, огромное несчастье нашего народа и огромное счастье азербайджанского народа. И Алиев должен пойти на одну вещь. Мы, когда нам удастся все это в Армении, это рано или поздно поменяется. Поэтому я говорю, у меня нет такого, ой, сейчас Николай что-то подпишет. Пусть подписывает. Когда все изменится и мы уже будем управлять страной, он должен понимать, что внешняя политика Армении будет совершенно другой. Она изменится. Она будет более сильной, более грамотной, более интеллектуальной. Мы переформатируем страну и начнем это делать с первых секунд. Это будет другая Армения. И он должен будет понимать, что мы займем стратегическое терпение. И все будет совершенно по-другому. Все будет совершенно по-другому. Либо он сейчас останавливает будущую войну. Сейчас останавливает будущую войну. Либо он и все, кто сейчас поддерживает Алматинскую декларацию, приведут в будущем регион к новой кровопролитной войне. Но на этот раз 1994 года не будет. Владимир, он останавливает будущую войну тем, что возмущается по поводу военных закупок Армении. Об этом тоже давайте поговорим и России в частности. Тут не только Жон говорит, я так понимаю. Еще МИД, по-моему, в России сделал заявление. Причем почти слово в слово повторяется текст заявления Азербайджана. МИД России, да, почти слово в слово повторяют текст Азербайджана. Не надо сегодня, когда мы говорим о МИД России, в привязке, каждый раз обвиняя нас в чем-то, говорить МИД России. Надо говорить филиал МИД Азербайджана в России. Это вы как хотите, так и формулируйте свои. Но от этого суть не меняется. Давайте вернемся к сути. Значит, филиал МИДа Азербайджана в России, ее представитель Мария Захарова, недавно сделал заявление, что Франция провоцирует войну в регионе. Вот я знаю, что нас прекрасно слушают в Москве, во всех посольствах. Хочу сказать Марии Захаровой. Вот ей ответить. Мария Захарова, за последнее время Азербайджанская республика заключила военные контракты с Италией. Азербайджанская республика заключила на поставке артиллерийского вооружения Сербии. Заключила соглашение с Словакией. Постоянно закупает оружие в Турции, в Израиле, в Пакистане, в других европейских странах. В Белоруссии. Наш союзник по экономическому Евразийскому союзу. И союзник по ОДКБ. Как-то странно работают глаза у Лавровой и у Захаровой. Они что-то не видят в этот момент провокации со стороны Пакистана. Провокации со стороны Израиля. Турции, Белоруссии, Сербии, Италии. Они не видят этих провокаций на поставку Азербайджана оружия. Мария Захарова, а против кого вы, кстати, американцы недавно слили документы в Севильнет, накладные, как с Россией в 21-м году через Белоруссию шли определенные поставки в Азербайджан. И как шли документы, как и в 20-м году, и в 21-м с Белоруссией во время войны шли поставки. В 20-м году, 44-гневной войны. Бесперебойные поставки через территорию Грузии с Турцией, с Израиля, с Болгарией. Самолеты азербайджанских грузовых авиакомпаний бесперебойно летали и привозили. Все, что им было необходимо. Россия все это видела и не останавливала. Я вот хочу сказать армянам. Трехмиллионной армянской диаспори. Вы или хотите быть идиотами, или вы настолько там уже превратились в рабов, что вы слушаете эту чушь МИДа России. Я вам хочу сказать, когда вам, армянам, это она вам рассказывает, что якобы Франция провоцирует войну. Ничего подобного. 60% всех видов вооружения и боеприпасов Азербайджану, все эти годы, до последнего дня, до войны, 60% всех поставок приходилось на долю Российской Федерации. На долю Российской Федерации. Стратегического союза, союзника Армении. Да, и по ОДКБ. Да, и по ИАЭСу, да и исторический союзник. Исторический союзник, да, будем так говорить. 60% всех видов вооружения, я вам ответ заявляю официально, ответственно. Все эти поставки мы фиксировали, контролировали. Это не так, что мы там спали, ничего не знали, не видели. И Серж Саркисян в 16-м году говорил. Это знаменитый бизнес, больше ничего, да? Да, и Рогозин, будучи российским чиновником, сказал, поставляли, поставляем и будем поставлять, и не ваше дело. Это слова вашего Рогозина, Казнокрада. Это слова ваших военных, Шойгу, Герасимов, поставляли, хорошо делаем, поставляем и так далее. Я даже не говорю, что они всю войну пытались на нас давить. Что у азербайджанцев большие потери, туда не бейте. И Генеральный штаб всегда их посылал куда подальше. Через различные концы нам говорили, что вы там их мочите, вы их мочите, вы их мочите Генеральному штабу. И на меня выходили, а что вы их там мочите, там у них потери. Пошли вы куда подальше, ребята, вы что? Это союзник нам пытался вечно нам по рукам бить и останавливать. И сейчас они нам что-то говорят о каких-то провокациях Франции. Вы о своих провокациях скажите, на 5 миллиардов долларов у вас был контракт. У вас с нами никогда 5 миллиардов долларов контракта не было. Вы скажите, какой у вас был на 5 миллиардов долларов контракт. Вот этот придурок, который в Белоруссии валяется. Кстати, я хочу его поздравить. В ближайшее время во многих парламентах мира и на очень серьезных государственных структурах и международных центрах по Белоруссии будет принято очень серьезное решение. Лукашенко доигрался. Он нас окончательно вывел из себя. Окончательно. Вот Арарат Мирзаян уже встретился с Тихановской. И ряд наших политиков уже предложили армянскому правительству пригласить ее сюда с официальным визитом. Я поддерживаю это решение. Вартан Гукасян тоже обращался пригласить Тихановскую в Армению с официальным визитом. Я тоже поддерживаю пригласить сюда Тихановскую, потому что она реальный президент. Она выиграла, потому что более миллиона человек вышли на протесты, там были убийства, избивали и так далее. Я Лукашенко поздравляю. Вы даже не понимаете, что мы с нашей диаспорой сейчас, какой вопрос поднимаетесь, что с вами будет. Ладно, закрыли. То есть, когда Захарова говорит нам о том, что это провокация Франции, о своей провокации молчат, о постоянной политической военной поддержке Азербайджану молчат, поддержке Белоруссии Азербайджану молчат, ихнего хозяина Турции молчат, других стран молчат, Пакистана молчат и так далее молчат. Они даже заткнулись, когда террористы оказались на Южном Кавказе. И что они сделали? Тут, видите ли, они воевали в Сирии против ИГИЛ. Против ИГИЛ. Ну, они так это преподносили. В реальности они воевали с ИГИЛ на 10%. Они воевали на 90% с оппозицией Асада, чтобы туда не вошел Запад и Европа. Туда не вошла, да, в Сирию. Они на самом деле не против ИГИЛ воевали, в большей части воевали против оппозиции Асада. А это не ИГИЛ, и это не Аль-Каида. Вот. О своих провокациях они молчат, зато про Францию и про нас говорят. А что мы должны... И тем более, значит, я скажу такая вещь, у них системная проблема в государстве. Это государство на наших глазах, я вам констатирую этот факт. Еще не было, чтобы я сказал, что какое-либо государство начнет сыпаться или будет война. Не было. Чтобы не осуществлялось. Я вам говорю, это государство начинает сыпаться. Они не помнят даже, не записывают, что они говорят в адрес Армении. Когда правительство Армении им говорило, что вы нам оружие не поставляете. Как они нам говорили? У нас война, нам самим надо, нам самим не хватает. Маша, откройте там. У вас там есть аналитики, которые зарплату получают, ничего не делая. Вы же говорили, что вы не можете нам поставлять, потому что у вас война. Армения ищет альтернативные пути к закупке оружия. Что у вас так это вдруг разозлило? И почему вас злит, когда Армения, суверенное государство и ее народ хочет защититься? А Азербайджан с утра до вечера, вот и вчера самолеты с Израиля, с 7-6 летят, летят. С других стран летят. Маша тут не осуждает их о том, что это провокация. А вот мы насыщиваем свою оборону. Еще не насытили. То есть еще на стадии переговоров и заключения договора. Уже все, уже мы провоцируем войну. Там самолеты летают и приземляются уже. Я вам скажу, что сейчас происходит. МИД России сейчас готовит подушку для наступления Азербайджана прорыва Сюника. Потом, когда Алиф нападет, Маша Захарова скажет, а мы Армению предупреждали, вы ее спровоцировали. Да, вот так скажут. Они подушку готовят, стелят. А поэтому я хочу сказать Николу Пашиняну. Смотрите, я вам скажу такую вещь. Не буду называть фамилии, имен. Военные мне звонят. Наши. Офицеры. С Генштаба. С других подразделений. Ни один, ни два, ни десять. Если они думают, что мы для армии чужие люди, и наше мнение никого не интересует. Я хочу сказать, что наше мнение в армии интересует больше, чем мнение министра обороны, начальника генерального штаба и лично премьер-министра. Вот звонят мне с таким вопросом. Почему они это делают? Почему они каждый раз кричат, что надо, что мы закупаем, где мы закупаем, зачем мы закупаем? Объяснение сейчас они распространяют такое. Ой, все равно азербайджанская разведка это узнает, русские им все равно это расскажут. Послушайте, вы не можете сказать. Если грамотно проводить маскировку, грамотно все это делать. Да, они могут видеть какую-то интенсивность, чего-то завозим. А что они могут не знать? Они могут догадываться. Это все можно делать грамотно, красиво. А их разведка, российская разведка, пускай тратят силы и средства, тратят огромные деньги и пытаются узнавать, что есть. Но вы ставьте барьер. И вы не давайте повода, вы не говорите об этом. Владимир, вернемся к тому, что вы... Я хочу очень важную вещь сказать. Армия считает так, что согласны с нашим мнением. Что то, что делает правительство, они катализируют эту войну. А говорят они это из популистских соображений. Вот смотрите, как мы работаем. Да плевать мы хотели, как вы работаете. Вы поставляете оружие, делаете в режиме тишины. Тишины. Оружие любит тишину. Вернемся к вашей фразе. Кстати, Фарфанция тоже сигнал послала. Подушку готовят, готовят условия для прорыва Азербайджана. Ну как вы захватились за эту тему? Ну что мне делать? Что мне делать? Работа у меня такая. Да, ну в общем, про Сюник вы что-то сказали. И я хотела тут же вспомнить и направить вам вопрос. А вот генкосульство до конца года в Сюнике в России, почему открывается? Все то же самое же, ведь Сюник... Что они там будут делать? Что это, смотрите... В Капани. Там по большому счету генкосульство и не нужно. Вот чем объясняется это? Это разве сообщества там будет сидеть. Разве сообщества, контроль, изучение, контроль и так далее. Будет проводиться определенная работа. Сбор информации, обобщение под видом консульской работы. Это будет разведка. Дураков тут нет. Они сейчас создают еще одну новую разведку здесь. В Славянском университете прошел позавчера. НКО Евразия. Да. Куратор Мико Бадалян. Член Совета НКО. Что это за НКО Евразия? Что вы знаете об этой структуре? Это так называемая народная дипломатия. После этого мне позвонило оттуда. После этой конференции, которая там была. Позвонили студенты. Я хочу, чтобы СНБ меня тоже сейчас послушало. И говорят, во-первых, мы думаем, ну ладно, там в Москве за ум взялись, что-то начали в мягкую силу делать. Но куратора, которого они назначили, которого вообще речь не развита, проблемы есть с интеллектом, студент у нас блестящий. Блестящий студент. И они говорят, мы когда видим кого, кто куратор, это Микоизвестный Бадалян, мы в шоке от того, кого назначили. И что он сказал? Ну, под камеру там, под запись. Он сказал, мы будем готовить из вас народных лидеров. Революционеров, что ли? Да. Да? Да. Но он не сказал слово революционеров. Ну, в общем, что такое народный лидер? Да, я хочу, чтобы Николай Пошнян услышал меня. Министр юстиции услышал. Станьте с колен. Вы уже вот здесь у меня сидите. Кузница революционер. Он сказал, мы будем готовить из вас народных лидеров. И вы поведете за собой народ. Ну вот. Это кузница подготовки революционеров, агентов влияния. Сейчас они будут готовить 100 студентов с выездом в Москву. Предусмотрено примерно 2500 грантов. Там уже примыкают студенты из Республиканской партии Армении. Координатор по работе с молодежью Артура Ванитяна. Ну, не знаю, Артура Ванитяна в курсе или не в курсе. Ну, если его координатор по работе с молодежью в этом разведсообществе, то, ну, должны быть вопросы. Ну, я постараюсь с Артуром Ванитяном еще поговорить. Вот публично обещаю. И скажу, в курсе он или не в курсе. Артур, не дай бог, телефон не возьмешь. Что это изменит, если он в курсе или не в курсе? Я просто задам вопросы просто. Для меня это очень интересно. Я, потому что Артур Ванитян профессиональный чекист. А почему вы связали работу с НКО, с открытием генерального консульства? Почему вы связали? Насыщение идет. Насыщение чем, пардон? Различными структурами. Мягкая сила, насыщение консульства, Сюники. Это же все связано. Отдельные механизмы в таких больших государствах не бывают. Это все связано. Это целый комплекс работы. На первый взгляд, вот видите, как для вас, как что-то, как бы, разные вещи. Вещи разные. Цель одна. Цель какая? Ну, цель НКО Евразия, это создание здесь агентов влияния из молодежи, подготовки. И, как сказал этот персонаж, что они должны стать народными лидерами и повести народ за собой. А мы, как ваши старшие наставники, будем вас этому обучать. Это все было сказано под камеру. Я обращаюсь к министру юстиции с требованием, как Комитет 27, как государственный политический деятель, закрыть НКО Евразию в Армении. Не допустить. Открыть это. Обращаюсь к Николу Пашиняну, службе национальной обязательности. Прямая угроза национальной безопасности Республики Армения. Вам перед вашими глазами насаждают агентов, финансируют. И еще из наших студентов будут делать агенты влияния в будущем. Студентам говорю, будьте осторожны, имейте в виду, что потом мы за вас возьмемся. Реально возьмемся. Узнаем, что будете в этих НКО работать против... Не важно, в каких НКО, в американских, русских, для меня все равно. НГО, я для меня НГО. Неважно, в американских, русских, французских, гватемальских. Будете работать в НГО против Республики Армения. Я вам говорю, в будущем сядете все. Все сядете. Так вот, работа идет. И Сюник сейчас. И стало еще больше востребован. Смотрите, сейчас уже пошло то, что Китай, ряд китайских автомобильных компаний не будут уже поставлять автомобили в Россию. Срочная поездка Путина в Северную Корею. Смотрите, где сейчас союзники России. Они теряют цивилизацию. В лице Европы, Армении, Грузии. Запада. Смотрите, куда они их развернули. Как-то я давно на российском телевидении сказал. Все их вот эти центры, которые получают деньги, это есть в эфире. Это можно там поднять. Все эти центры, которые у них там есть, когда я сказал, вас скоро всех развернут в Россию, развернут в Европу. И вы слишком много болтаете. В Европу? На Восток. Так. Вас бросит в сторону объятия Китая. Вы будете иметь совершенно других союзников. Это 17-й год. И границу в Европу вам навсегда закроют. Все эти директора институтов засмеялись. Сейчас смеюсь я. Они навеку плачут. Проблемы в России с интеллектом, центрами. Поэтому, когда Россия будет думать, что она продавит нас в Сюнике, вопрос в Сюнике, это не только вопрос Никол Пашиняна. Это вопрос в том числе и Украины, и Европы, и Запада. Никто не будет пускать. Шелковый путь дальше центральной, средней Азии не уйдет. Шелковому пути, китайскому проекту, будет ставиться очень серьезный удар. Он нигде не сможет больше работать. Шелковый путь будет закрыт. Потому что в Европарламенте Шелковый путь признан как угроза национальной безопасности. И Литва первая вышла из 17 плюс 1 проекта. И закрыла Балтику для Китая. Следующий удар был в Филиппинах. А это все равно, что было военное поражение. Филиппины развернулись от Китая. Позиция Азербайджана важна в этой ситуации? Российские союзники это сегодня такие государства, как все с товарно-сырьевой моделью экономикой. Неразвитые. Не несущие в себе цивилизации, культуры. Это Азербайджан, это Северная Корея. Это людоедские африканские страны. Сегодня цивилизационных стран у России не осталось. Но я хочу сказать, что это не путь России. Этой команде в Кремле не отдали Россию, которую там создавали тысячи лет, чтобы они взяли и так бездарно все уничтожили. Более того, я знаю совершенно точно. Я приведу один пример. Путин врут. Это 100%. Его закапсулировали. Все ошибки, которые сегодня Россия совершает, они были изначально предупреждены. В эфирах, когда мы общались с ними в армии, на дипломатическом уровне. Наперед все говорили, что будет. Они смеялись высокомерно, что мы великое государство, мы лучше знаем. Да никогда они лучше не знают. Был момент, когда один документ получил министр обороны о том, что нам необходимо. А потом, когда выяснилось на самых уже верхах, что нам это было необходимо. А лидер их страны говорит, а что вы раньше не обратились. Сказали, так к вашему передали, чтобы вам отдали. Оттуда даже документы Путину не спускались, что нужно было Армении. Почему? Потому что Шойгу с ног до головы имел коммерческие связи с Камаладин Гейдаром, с министром МЧС Азербайджана. И они все сидели на приковке горских евреев в Азербайджан. Тельван Исмаилов, Голд Ниссанов и так далее. Город Ниссан. Они все сидели там. Все эти ашкенадские группы, ничего антиеврейского тут нет. Факт остается фактом, мы все знаем, мы все об этом говорят. Все сидели там. И ряд документов они президенту не спускали, что нужно было Армении. Ни Герасимов, ни Шойгу не спускали. И президент даже не был в курсе, когда ему в лицо говорили, что этого нет. И были вопросы, а почему вы не говорили, как не говорили. Вот, все получено, все принято. Ему врут. И продолжают ему врать. Вот сейчас они идут опять по пути самоуничтожения. Опять. Опять их предупреждаю. И почему нам надо выходить срочно с ОДКБ? Я еще раз говорю Николу Пашинену, секретарю Совбеза, директору службы национальной безопасности, председателю парламента, МИД. В ближайшие месяцы центральная Средняя Азия вспыхнет. Уже около 200 тысяч боевиков Билаят-Харасан находятся в северном Афганистане. И прибыли туда из Пакистана. Это крыло ИГИЛ. И скажу вам более того, в некоторых случаях сейчас ИГИЛ не препятствует Аль-Каиде, которая считает, что она слабо летит. К Аль-Каиде уже примыкает Билаят-Харасан. Примыкают еще ряд групп. Это примерно еще плюс 15 тысяч. И все они сосредотачиваются в северном Афганистане. Вблизь границы Таджикистана. Теперь недавно Москва говорит, что они пригласили талибов к себе. И недавно уже пошло дальше и больше. Губернатор Краснодарского края говорит, что о 20 тысячах мигрантов с Афганистаном. Эти люди никогда не работали, они только воевали. 20 тысяч мигрантов, это означает минимум 10 тысяч просто боевиков. Некоторых в картотеках нет. Это просто боевики, солдаты. Это минимум 10 тысяч. Россия хочет предотвратить, сблизиться с талибаном, для того, чтобы предотвратить катастрофу в Таджикистане. Я говорю, Россия не сумеет предотвратить катастрофу в Таджикистане. Россия втянется, вынуждена будет втянуться в боевые действия там. Потому что там управляют не талибы, а управляет ИГИЛ, Ивила Айад Харасан и Аль-Каида. Более того, начальник генерального штаба талибан, этничкий таджик, который сказал, что Таджикистан будет первым государством, где будет установлен халифат. И теперь исламский халифат будет распространяться на всю Центральную Среднюю Азию и огромное количество спящих ячейков по всей Центральной Средней Азии. Почему нам надо выходить из ОДКБ? Придет момент, когда наступит четвертая статья, это внешнее вмешательство и агрессия против союзника по ОДКБ. Все страны вынуждены будут вмешаться. Наш солдат не должен гибнуть в Центральной Средней Азии. Одна из стран помогала Турции обучением, я об этом уже говорил. Она заявляла, что азербайджанский народ братский народ, и воевать против него не будет, и так далее. Но и мы не должны воевать против талибанов. И нам с талибанами ссориться тоже нельзя. У нас с афганским народом своя история, гораздо более древняя, чем у России. У России истории с Афганистаном, все истории очень плохие. Все истории кровавые. Наша история с Афганистаном носит цивилизационный характер. Жираль Липаретян в 90-х годах был в Афганистане. И с маджахедами вел переговоры. Очень сложные и опасные переговоры. Но после его блестящего проведения переговоров, маджахеды вывели все подразделения с Азербайджаном, воевавшие против нас. У нас есть история в этом плане, как работать. Поэтому я хочу сказать, что нам надо выйти из ОДКБ, чтобы не принимать участие в войне в Центральной Средней Азии. ОДКБ нам не помощник. Хотя я знаю, что там они говорили вроде недавно что-то опять. Сегодня буквально ОДКБ рассчитывает, что Армения официально прояснит свой статус в организации. Да, я считаю, что Никол Пашинян... Я не верю, что Никол Пашинян выйдет из ОДКБ. Это сделаем мы, когда придем к власти. Это мы сделаем. Но это на фоне того, что Арарат Мирзоян опять пропустил заседание Совета Министров. Что значит опять? Он не пропустил, он не поехал умышленно. Пропустил это, когда заболел и пропустил. А у него не дипломатическая болезнь даже. Он в это время находился в Вильнюсе. Не поехать, это не означает выход. Я считаю, что ОДКБ, это ни одной из стран ОДКБ нету никакого боевого опыта. Это абсолютно паркетные армии. Боевой опыт имеет только две страны. Это Россия и Армения. Боевой опыт. ОДКБ не будет с Арменией ни в каких войнах. Она ни от чего нас не спасает. Белоруссия не будет воевать с Азербайджаном, потому что не может Лукашенко воевать против своего хозяина. Кстати, они говорят, что все наши обязательства перед Арменией выполняются. Я не знаю. Они обкуренные. Поверьте, они или колются на препаратах сидят, либо травку курят. Нормальный человек, такие вещи не будет. Какие обязательства перед Арменией они выполнили. От кого они нас защитили. Вот давайте так. Допустим, завтра, так скажем, Соединенные Штаты сюда сбрасывают десант. В виде двух корпусов. Ровно 45 секунд 102 базы не будет. Вы что, реально верите, что ОДКБ имеет хотя бы или Российская Федерация в совокупности вместе с ОДКБ противостоять против всего Альянса НАТО войне? Это даже будет не 41-й год. У ОДКБ нет шансов противостоять даже не только НАТО. В целом у ОДКБ нет шансов противостоять даже Турции. Нету. И, во-первых, никто там воевать не будет. Вообще, я не понимаю. Они сказали, что именно они выполняют? Давайте тему ОДКБ на этом завершим. Просто мне интересно, что они перед нами выполняют. Они не раскрыли всех подробностей. Какую агрессию предотвратили? Когда мы их в 44-х дневной войне принесли, носом ткнули, сказали, удар по нашей территории. Договор как минимум от 97-го года, я им говорю, вот он, наступил. Мы сказали, что с ума сошел? Мы из-за вас Третью мировую войну поднимать не будем. Это ОДКБ. Это даже 97-й год договор не работает с Россией. ОДКБ бесполезна организация. Мы должны оттуда выходить. Там делать нечего. Тем более, там в ОДКБ сидит наш враг номер один. Белоруссия. Не народ белорусский, а диктатор белорусский. Это враг армянского государства. На руках Лукашенко кровь армянского солдата. Кстати, на руках 5-миллиардных контрактов в России тоже кровь армянского солдата. Не так, что нету. И не так, что мы не знаем, что этот год Ниссанов поставлял туда офицеров, инструкторов в Азербайджан, российских. Знаем это тоже. И знаем, что через Лукоил туда шли офицеры, ЧВКшники. Обучали их. Это тоже знаем. Но зачем вы каждый раз нас заставляете открывать все новые и новые факты? Вы что, реально хотите, чтобы мы вообще все открыли? Поэтому я хочу сказать, нечего в ОДКБ делать. Хотят сделать, во-первых, Белоруссия должна принести извинения, и все ОДКБ взятое вместе с Российской Федерацией, о том, что не оказали нам помощь. Принести извинения. Безвозмездно передать республике Армении оружие и вооружение на 5 миллиардов долларов в течение самого короткого времени. Заявить на весь мир, что в случае одного выстрела в сторону границы Армении, ОДКБ нападет на Азербайджан. Если этого нет, делать в ОДКБ нечего. Пускай Маша Захарова там получает черную икру банками, Лукашенко получает нефть оттуда. Казахи пусть там попытаются построить туран, а потом посмотрим, это будет Казахстан или это все-таки будет Турецкая республика в Казахстане. Или что произойдет с Кыргызстаном. Пусть они в этот проект попробуют залезть. И как только вы сейчас начнете говорить про туран, предупреждаю казахов и киргизов, узбеков. Как только вы сейчас будете открывать свой рот про туран, вы нарветесь на такую масштабную войну с ИГИЛ, с талибами и так далее. Потому что туран это злейший враг исламских фундаменталистов. И Турция вам не поможет. Потому что саму Турцию разорвут на несколько частей. Эти все ребята в Центральной Средней Азии не понимают, куда двигаются. Уже в Кыргызстане поймали узбекских исламистов-террористов вчера. В Кыргызстане. И они думают, что Кыргызстан и Узбекистан националисты не поднимут опять вопрос Оша и Узгена. Я в эти кровавые события, и аппарат президента Армении, ты знаешь, был в Оше и Узгене. Я занимался там эвакуацией армян в секретном режиме. Я там такое увидел. Спорутые животы у беременных и так далее. Исламская междоусобица это страшная вещь. Я видел то, чего не дай богу. Я даже, скажу так, на армяно-азербайджанской войне не видел. А когда занимался эвакуациями, поиска армянских семей для эвакуации, слава богу, армяне там не пострадали. Это сплошь и рядом лежали сгоревшие трупы, в Оше и Узгене. Зверским образом убитые. Если в Азии что-то начинается, это просто кошмар. Просто кошмар. И кыргызы, и узбеки это знают. Поэтому, куда вы, ребята, лезете? Вы сегодня, хочу сказать так. Вы знаете, да, что здесь был госсекретарь? Зам госсекретаря США. Два зама. Да. Ну вот последний, который, тенечки индус Вин. Сейчас не помню. Он собирал здесь всех европейских послов. И знаете, кого еще пригласил на эту встречу? Очень интересно. Посла Индии. И как вы думаете, почему он собрал всех послов Европейского Союза и посла Индии? Потому что было сказано следующее. По нашей информации. Армению все держим зубами. Вот пусть ОДКБ. Мы такое качество оружия и такого уровня оружия никогда с ОДКБ не получали. Но есть скат. Скат это неэффективное оружие. Оно не точное оружие. Ракета. Вообще не ракета. Оно мощное, конечно, своей головкой. Но абсолютно не точная ракета. То качество, которое мы сегодня получаем. И весь мир идет по 155 калибру. Даже Азербайджан стал покупать уже 155 калибру. Да, сегодня уже было 155 калибру. То есть идут по нашим следам. Поэтому я хочу, главное, что моя мысль такая. Маша, когда вы говорите, что Франция провоцирует, я вам назвал сколько стран, включая вас и этого диктатора в Белоруссии, которым скоро, надеемся, заменит Тихановская. Вот кто провокатор. Оказывается, в 20-е годы тоже поставлял. И документы все есть. И вы поставляли на 5 миллиардов. А вы спросите у Год Ниссанова. Какого черта, дорогой? И кто тебе разрешил из спецслужб России посылать офицеров ЧВК в Азербайджан на подготовку? Вот я вам озвучил. Год Ниссанова, вот вы. Насчет событий в Азии. Вы сказали, что там что-то в скором времени начнется. Как бы вы прокомментировали вот эту последнюю новость? В Таджикистане принят закон, запрещающий ношение женского головного убора, в частности хиджаба. Они посчитали это чуждой культурой. Это сегодняшняя информация. Что это? Ну, во-первых, они должны понимать, что Таджикистан, как таковое, это ответвление от афганцев и персов. Это фарсоязычный народ. Это не чуждо их культуре. Почему сейчас вот такой закон принимается? Это рост числа проповедников исламского шариата возрастает. Он возрастает по всей Азии. Например, смотрите, в Аль-Каиде, ИГИЛ существуют свои разведцентры. Я вам хочу сказать, очень глубоко, хорошо финансируемые, очень хорошо технически оснащенные. И там есть профессиональные разведчики. И работают они не только по всему периметру постсоветского пространства. Везде. И в Европе, и в США они работают везде. У них есть и внутренний контрразвивок. Есть вербовщики. Есть свои медийные центры. В Армении таких медийных центров, богатых, с таким оборудованием, с такой оборудованием, даже нет. Они даже, может, Россию переплюнули в этом плане. Там сидят высококлассные айтишники, журналисты, психологи, психоаналитики, которые все это делают. И идет постоянная вербовка. И смотрите, неспроста Крокус-Сити, это были таджики. Неспроста Вилайад Харасан сейчас набирает и вербует таджиков. Свои отряды. Вилайад Харасан сегодня начитывает примерно в совокупности вместе с ИГИЛ и так далее. Это около 200 тысяч человек, которые уже сосредоточены в северной Афганистане. Плюс активно начала работать Аль-Каида в Афганистане. И, кстати, Россия, вот я не доказал мысль, приглашает туда, нет, сказал, но приглашает туда 20 тысяч человек с Афганистана. Это же кто-то президенту эту чушь с голову вбил, что надо... Трудовая миграция называется, кстати. У них трудовая миграция, это заряжать автомат Калашникова. Бросит гранату, стреляет с гранатомета или с ИГЛЫ. Там, да, или с ПЗРК какого-нибудь. Ну, может быть, нехватка в армии? Нет, это, скорее всего, трудовая миграция, потому что там сказали, что будут строить мечеть, отдельные отделения в больницах, школы для трудовых мигрантов. Это же чушь, кто-то президенту в голову вбивает, российскому. Они туда приведут боевиков, они потом будут посмотреть, что делать. Давайте рассмотрим другую тему. У нас времени мало уже осталось. Состоялся в течение этой недели телефонный разговор Пашиняна с Эрдоганом и разговор госсекретаря США с Итхабом Алиевым. Не буду останавливаться на этих телефонных разговорах. Хотя можно так вкратце сказать, в телефонном разговоре Пашиняна с Эрдоганом, что было подчеркнуто, что Армения и Турция в принципе без предусловий готовы к улучшению. Отношений, а госсекретарь США очень жестко сказал, что нужно немедленно вернуть пленных, незамедлительно освободить армянских пленных. Отметил прогресс Армении и Азербайджан в направлении мирного соглашения, подчеркнул важность скорейшего заключения такого соглашения. Вот на этом давайте я еще раз подчеркну. Подчеркнул важность скорейшего заключения такого соглашения. Не будет такого соглашения. И сегодня уже была информация о том, что в Азербайджане будут досрочные парламентские выборы. Помним досрочные президентские выборы после посещения Убрайана в Азербайджан. Теперь после вот этих разговоров в Азербайджане сегодня заговорили о досрочных парламентских выборах. Почему? Азербайджан будет идти к войне, его толкнут. Никуда мы от этого не уйдем. Как бы Никол Пашинян не говорил, что бы эта политическая партия не пела, мы завтра готовы подписать, мы послезавтра, вы ничего не подпишите. От вас ничего не зависит. Самая независимая страна это Армения. Почему от нее ничего не зависит? Что касается освобождения пленных. Это очень важный вопрос, который подняли американцы. И я хочу обратиться отсюда к президенту Азербайджану. Реально надо проявить, иметь мужество пойти на такой шаг. Я думаю, что его отец бы на этот шаг пошел. Он не его отец, но он может это доказать, что он проповедует гуманные ценности. Но я хочу предупредить так, что смотрите, да, у вас есть отношения с армянской властью, хорошие, плохие, меня даже не интересует этот цирк. Но Мирхам Алиев не должен забывать, как до сих пор не забывает Турция, которая кричит, что Армения не должна находиться в тесных связях с армянской диаспорой. Да, Эрдоган говорит, кстати, то же самое, почти наша власть говорит, что она не должна влиять. Да, да, отдельная тема, может сегодня не успеем, но к этому мы как-нибудь вернемся. Но я хочу сказать Алиеву вот что. Он совершенно недооценивает наши возможности диаспоральные. Он недооценивает систему, которая создана в плане безопасности под названием ГАИК по всему миру. И у Алиевы есть вариант сделать это все добровольно. Мы не исключаем, что могут найтись такие люди. Это как был мой товарищ хороший, один из министров иностранных дел Карабаха. Он всегда, когда что-то хотел сказать, говорил мне, мне приснилось. Мне приснилось, что могут найтись люди в различных точках географии земного шара, которые могут создать обменный фонд. А Алиеву есть, кого на кого менять. Поэтому я предлагаю Азербайджану добровольно отпустить Рубена Барданяна, Улеву Мнациканяна, Давида Манукьяна. Хотя бы троих. Потому что, да, этих тоже надо отпускать, конечно. Ну, отпускайте всех. А Райка Арутюняна и Жаснина. Да, Ида Бабаяна, Аркадий Кукосян. И надо, чтобы всех отпустили. Поверьте, что в диаспоре могут найтись умные люди. Диаспора это все-таки вам не игрушка. Это вам не республика Армения. Это даже не армянское правительство. Это там гораздо более серьезные ребята сидят. Они могут просто для Альхама Алиева создать обменный фонд. А у любого человека есть, кого на кого менять. Но пока этого не делалось и не делается. Да, и пока не сделалось. Дай бог, чтобы это получилось все добровольно у президента Азербайджана. Вернемся о досрочных парламентских выборах. Почему это делается? Есть мнение, что это делается, чтобы опять отдалить срок подписания мирного договора. Это первый вариант. И вы что-то говорили о войне. Его заставят пойти войной на Армению. Это ваша вторая версия была или я ошибаюсь? Пожалуйста. Это не версия, это данность. Его заставят пойти войной. Кто? Те, кто очень хочет Сюник. Россия. Там не одна Россия. Не одна Россия. Поймите. Тут не жажда войны с нами. Тут необходимость для них стратегического проекта. Россию выбираем в сторону. То есть, я извиняюсь, в любом случае речь идет о том, чтобы не подписывался мирный договор. При мирном договоре прорывать Сюник невозможно. Вот посмотрите, мы подписываем договор, но Сюник не открываем. Кому такой договор нужен? Ну, я имею в виду про них. То есть, открытие коммуникации. Речь идет не о открытии коммуникации. Это не коммуникации. Так, пожалуйста, вот это объясните. Это дорога войны. Через эту дорогу будет финансироваться война в Центральной Средней Азии. Обслуживаться. То есть, о той войне, опять возвращаемся к той силе, что война и открытие Сюника опять в том же контексте надо рассматривать. Такие не могут одну вещь понять, что те, кто президенту России, Дугины, Кургиняны, разные другие центры, его спецслужбы, которые работают совсем не на Россию, из его окружения в том числе, которые ему надоумили на этот проект. Этот проект в том числе и создан для того, как и война в Украине. Это многоходовая операция. Ведь Россию в войну втянула не Европа и Запад, а его внутренние силы. Задача этих внутренних сил развал и уничтожение России. Это было... Никто Россию туда за уши не притянул. Например, Украина готова была заявить о том, что она никогда не вступит ни в ЕС, ни в НАТО. До войны. Но этого тоже не хватило для России. Это тоже было недостаточно. Кургинян, Марина, как ее звали, Нариманова, такая есть, которая разрабатывала, кстати, наш проект Мегри. И ряд других людей, спецслужб, убедили Путина о необходимости войны. Война началась. На самом деле, эта война была тем людям, которые ее начали и которые убедили президента России начать войну. Это операция по развалу России. Усиление роли Турции здесь. Поджечь все подбившие Российской Федерации, Центральную и Среднюю Азию. Закрыть русским дорогу в Европу. Развернуть и привести страну к развалу. И это делал не Европа, и это делал не Запад, и не Украина. Это исключительно работа внутренних сил в России, которые решили привести Россию к уничтожению. Цель. Почему внутренние силы России должны были хотеть этого? Потому что... Были агентами влияния, тогда опять, получается, США чьими? Да, но в войну их не тянул США и Запад. В войну надо умерли зайти туда. Там еще есть коррупционная составляющая, которой нужно было много вещей скрывать. Например, были постоянные работы счетной палаты в Министерстве обороны. Очень много вещей скрылось. И во время войны скрылось. Там открывают склады... И сейчас, через день, там идут аресты новые. Мы слышим только 5% того, что происходит в Министерстве обороны. Вернемся к Миклинскому коридору. И вернемся к парламентским выборам досрочным в Азербайджане. Смотрите, Азербайджан будут толкать, как мы говорили. И дорога Сюник, Казахстан, Киргизия, мы уже объясняли Таджикистану. Это ваше несчастье, Сюник, коридор. Это не экономический проект. И нашему народу в голову вдалбливать, что это экономика, не надо. Потому что Турция постоянно говорит, что это эпоха тюркского мира с открытием коридора. Это врата в тюркский мир. Там кто-то слово доллар или евро слышал? Нет. Там есть эпоха, есть врата. Нет экономики. А наше правительство, Талан Симонян, внешняя разведка почему-то молчит. Контрразведка почему-то молчит. Министр иностранных дел. Вы что, хотите сказать, что вы оглохли или вы ослепли или чего? Вам Турция говорит, экономики там нет. Вам говорят, эпоха тюркского мира наступает с открытием Сюнинского коридора. Другой турецкий чиновник говорит, это врата в тюркский мир. Вы что, не понимаете, что это угроза? Это национальная угроза. Это угроза и вызовы для республики армии. Почему наше разве сообщество молчит? Почему у вас нету написать духу, сказать Никол Пашинян, ты куда страну ведешь? Какой Сюник? А Пашинян ведет страну к открытию Сюникского коридора экстерриториального. Ну, если он говорит, я готов подписать. То есть, вы считаете, там есть этот пункт? Этот пункт. Есть заявление 9 ноября. 9 пункт. То есть, там всего заявления нет, только есть один пункт заявления? Там все заявление ведь полетело, я не знаю, куда. Куда хочет пускай заявление летит? Арцахцев нет в Арцахе. Миротворцев там в Доника нигде нет. Это эмоциональный подход. Любой документ. Вот образом, мы с вами что-то подписали, да, а потом мы с вами поругались. А у нас там с вами 8 пунктов, 9 пунктов, я там все 8 я с вами не выполнил. Не, почему? Армения вышла из Агдама, из... Не, я говорю в целом, про всех троих. Первые два там, по-моему, пункта были. Я сейчас до конца сформулирую, мысли, чтобы все поняли. Вот мы с вами вдвоем подписали 9 пунктов. Вы все выполнили, да, я ничего не выполнил, правильно? Но ваша подпись между нами и вами, и ваша подпись стоит, моя стоит. Стоит, правильно? Пока, Гаяне, вы свою личную подпись не отзовете, это договор в силе. То есть, вы считаете, если Никол Пашиньян не отозвал свою подпись... Договор в силе. Договор в силе. Опять, я извиняюсь, что я опять возвращаю, почему Алиев о досрочных парламентских выборах заговорил? Почему тогда были президентские выборы, я сказала, после визита у Брайана, теперь после разговора с Блинкиным... Значит, Алиев, смотри... Вдруг парламентские выборы. Алиев сейчас услаканил свою президентскую власть, да, заново, правильно? Ну, в случае каких-то катаклизм, понятно, что в Азербайджане сейчас тоже работают иностранные спецслужбы, и страну могут раскачивать, чтобы создать новый парламент. И уже легитимно, там никто не мог ничего сделать, это все остальное будет попытка переворота. Ему нужно парламент сохранить в новом составе, еще на несколько лет, чтобы уже его не трогать. Привезти своих, возможно, они получили информацию о том, что там что-то не все ладно внутри парламента. Возможно, есть какие-то вещи, о которых ему сообщила контрразведка его. Второй момент, возможно, тут надо изучать сейчас, поскольку это вот только-только появилось, да, это надо понимать. Возможно, он таким образом оттягивает сам войну, которая его давит. Либо новый парламент должен будет принять новые законы. Этот будет еще более послушный парламент, который уже беззаговорочно будет принимать все, что необходимо. А возможно, ему американцы сказали, давай затащи в парламент какую-то часть оппозиции. Надо сейчас сложно сказать зачем. Для этого нам нужно будет несколько дней, чтобы понять, что происходит. А мы эту информацию обязательно получим. Я с вами поделюсь. Спасибо, Владимир, если вы не против, мы сегодня попрощаемся с вами и попрощаемся с вами, дорогие наши зрители. Спасибо, что вы были с нами в течение этого часа, чуть более часа. Я напомню, что с Владимиром Погусяным мы беседовали председателем национально-освободительного движения, комитет 27. Беседу предлагаю на Ракелян. Всех благ.